Встреча с Верховной Радой Пообщаться с депутатами всех уровней пришли около ста черноморцев За этот год на округе был проделан большой объем работ Данченко 12, это такой маленький домик, на который практически никто не обращал никогда внимания Там много сделано и двери новые, поставленные подъезды и обрезаны деревья То, что просили жители, то я и шла им на встречу и делала До каждого подъезда сделаны входы, дорогу там сделали, первый подъезд сделали ремонт Данченко 3В, с городского бюджета было выделено 200 тысяч на дорожки Которые сделали вокруг дома, сделали пешеходные дорожки, бордюры установили В полисаднике сделали очень красивую дорожку, тоже самое и бордюры установили Возле каждого подъезда практически установлены скамейки Сделан уголок отдыха, выложен плиткой Сделана бельевая площадка, очень красиво этот И вход на бельевую площадку, очень красиво сделали ребята Все выложено плиткой 80% в подвальном помещении поменены трубы Это очень важно Это деньги поступили и с областного бюджета, и с городского бюджета пополам Сегодня мы делаем капитальный ремонт крыши на проспект Мира, 15А Это полмиллиона выделено денег с областного бюджета Данченко 3Б, где в подвале поменены все насосы Они буквально все полетели и выделили на эти работы 320 тысяч гривен Они сейчас тоже заканчиваются уже работы, но практически все поменены 335 тысяч гривен с городского бюджета Выделено денег на работы, которые на весь мой округ Которые в течение года ремонтировались подъезды, ремонтировались подвальные помещения Очень много поменено труб Я хочу всех поблагодарить, я хочу сказать своим избирателям огромное спасибо Спасибо, что они мне помогают в моей работе, что они идут мне навстречу Всем огромное спасибо Огромное спасибо народному депутату Гуляеву Василию Александровичу За его помощь, за его поддержку Он очень много работает и очень много нам помогает Огромное спасибо хочу сказать нашему мэру Валерию Яковлевичу Хмельнюку За поддержку и за ускоренную работу по подписанию всех документов Которые нужно было подписывать на деньги, которые пришли с бюджета областного И хочу сказать огромное спасибо начальнику ГУЖКХ МЭЗИ За его поддержку и за помощь в работе За средства областного бюджета удалось решить еще несколько проблем В этом году заканчиваем замену окон еще в 11 домах Плюс еще 7 домов, которые мы сделали в прошлом году Итого будет 18 домов Получили энергосберегающие, окна в подъездах Есть еще у нас хорошие заделы по освещению Мы осветили 4 двора Собираюсь в следующем году также заниматься этой проблемой Потому что насущно очень подходили жители Многие жители преклонного возраста жалуются, что в темноте травмы получают Очень мне приятно Мы помимо того, что в прошлом году поменяли полностью покрытие на улице Дуково Сейчас заканчиваем освещение улицы Дуково Также мы занимались активно в этом году рассмотрением заявлений отряда жителей По поводу материальной помощи Несмотря на такую сложную бюрократическую машину Не побоюсь этого слова, так оно и есть Вот в департаментах обл. администрации Очень долго это все движется Постоянно меняются требования к документам К перечню документов, которые нужно предоставлять Тем не менее, нам удалось в этом году помочь Очень серьезно помочь нескольким онкобольным Были выделены средства на онколечение Жители этого округа хорошо знают своих депутатов Как Надежду Кручкову, так и Евгения Капатиенко Я хочу ей сказать спасибо за то Что я 25 лет ничего не могла сдвинуть с мертвой точки У нас в подвале все время воняло Почистили все и поменяли часть труб Это очень большое ей спасибо за это Это раз Депутату Капатиенко хочу сказать спасибо У нас течет с крыши Затекает на 9 этаж, а я на 8 живу И со счетчиков текла вода Вот сейчас ремонтируют кровлю Я очень большое спасибо Она действительно человек, который находится на своем месте И старается, по крайней мере, делать то, что от нее зависит Когда люди обращаются с конкретными просьбами Она не игнорирует, а буквально с первых слов включается в процесс Оказание помощи или же решение вопроса Здесь не столь важно Буду говорить конкретно о своей просьбе С моей женой случилась беда Буквально три недели сегодня исполняется Так, обратившись к этому человеку Я сразу понял И не только я, она в свою очередь Сразу уверила, что сделает все для того, чтобы помочь А на сегодняшний день это очень важно Так же самое депутат областного совета Копатиенко Тоже подключился к решению проблемы Я им от имени своей семьи очень благодарен Результатами встречи остались довольны и депутаты, и жители Горожане смогли задать интересующие их вопросы и получить ответы А народные избранники узнали об актуальных проблемах, которые необходимо решать Продолжение следует...